Итоги за 2017 год подводят в сельском поселении Трубинское. Отчеты его развития на заседании местного совета депутатов представил глава муниципального образования Виктор Углов. Доходы поселения за период составили порядка 66 миллионов рублей. Основную часть доходов бюджета поселения в 2017 году составил земельный налог 35 миллионов 674 тысячи. Подоходный налог 26 миллионов 740 тысяч. Налог на имущество физических лиц 2 миллиона 522 тысячи рублей. Основные средства были направлены на поддержку учреждений спорта и культуры, развития и благоустройства в поселении. На благоустройство в сельском поселении Трубинское за прошедший год направлено порядка 9 миллионов рублей. В том числе проведено комплексное благоустройство территории около домов 57-56А в селе Трубино. Здесь установлена вот такая детская площадка, обустроена парковка общей площадью порядка 430 квадратных метров, отремонтированы внутридворовые проезды. Также средства направляли на зимнее содержание дорог, устранение сухостойных деревьев, борьбу с борщевиком. В 2018 благоустройство будет продолжено. В пользу мы удачно выполнили бюджет за 2017 год. Нам удалось в очередной раз войти в программу уже на 2018 год и уже наметить определенные, очень важные для жителей мероприятия по дальнейшему благоустройству. В частности, площадка у дома номер 12 в поселке Литвиново, площадка между домами 11, 4, 10. Большим достижением в 2017 году стало открытие станции очистки в поселке Литвиново. Новое оборудование позволило привести содержание железа в воде к норме. В сфере физкультуры и спорта Трубинского работали более 10 спортивных секций, которые посещали порядка 500 человек. Наибольшей популярностью у жителей пользовались футбол, хоккей, настольный теннис и волейбол. Долгое время Литвиново оставалось основной хоккейной базой района. И сейчас местная команда продолжает вносить большой вклад в спортивные успехи муниципалитета. Наша хоккейная команда Щелковского муниципального района участвовала в Сочи, где среди 65 команд, да, Эдуард Львович? И заняли третье место. Наш губернатор ездил туда поздравлять, выезжал специально для этого. Вот такое достижение, я считаю, это очень серьезное. Патриотическое воспитание молодежи Трубинского реализуется в новом направлении. Совместно со страйкбольным клубом сборная бригада 13, базирующимся в Литвинове, учеников местных школ приобщают к динамичной военно-тактической игре страйкбол, обучают отечественной истории. Мы используем эту возможность работы специалистов в этой бригаде. И у нас, собственно, какое-то влечение пошло у молодежи вот к этому виду такого разнодеятельной работы. Мы вот планируем даже выездные туда делать, может быть, со школ для детишек. Это очень интересно. Депутаты единогласно утвердили отчет главы. В завершении Виктор Углов отметил, что в 2018 нам предстоит вести активную мобилизацию доходов в муниципальный бюджет, работать с должниками по земельному и имущественному налогам.